сегодня я такая на комфортном вайбике поэтому я одела худи и конкретно подготовилась по хронологии моих видео логично будет если следующее видео будет о том как изменилась моя жизнь после школы после поступления в университет и вот я тут ну и вот я хочу вам поведать если жизнь после егэ я тут намешала какое-то зелье на понос чайно валю эстетики то как я сейчас выгляжу это идеально передает то состояние в которое я перешла как только пошла в университет не хочу ничего говорить про свой класс но все-таки скажу что было немножко некомфортить у нас был тот самый класс который разбит на компании в университете такого нету я надеюсь при монтаже я додумаюсь добавить какие-нибудь видеоролики со времен когда я поступила в университет все возможные милые моменты плане эмоций университет намного более насыщен очень много мероприятий специально сделаны для студенческой жизни уже любные ребята абсолютно с разных уголков россии ну потому что я живу в россии это очень классно узнавать новый опыт просто я объясню то что в школе ты не можешь получать по-настоящему новый опыт из-за того что вы из одного района и максимум который может быть это один ученик там другого города я конечно думала о том насколько изменилась моя жизнь после поступления насколько она стала лучше или там хуже я не знаю чтобы в целом понять мотивацию зачем я сдавала экзамен в один момент когда я готовилась к экзаменам который мне надо было сдавать я вдруг поняла что я не знаю зачем их сдавать это вот рутина который есть в школе она наседает заседает итоге падают руки ты вообще не понимаешь к чему ты изначально готовился и для чего касается сессии нам часто в школе говорили что-то из разряда вы сейчас пугайтесь контрольных и не можете успевать записывать на уроках а что же будет на сессиях и университете ну так вот как по мне в университетах намного лояльнее преподавателя потому что они идут на встречу можно подойти после пара о чем-то договориться сказать о том что я там болел что-то не успевал тебе дадут дополнительные задания школе никогда преподаватели не шли на уступки ученикам ну типа сам виноват что там болел что не успеваешь записывать или то что у тебя надо исправить оценку в эти стадии это исключительно твои проблемы честно не буду врать у меня еще не было сессии но зачеты знаете в чем плюс зачетов прикол зачетов в том что как правило там нет оценки там не зачет не зачет то есть тройка или пятерка это как бы равносильно в школе такого нет абсолютно норма то что мы там могли сдать какую-то итоговую фигню по истории хотя весь класс там за это общество знаний надо готовиться к экзаменам тем временем школа который пофиг огромный плюс университета то что это самое практичное место мне кажется там действительно практичные знания в школе такого как бы всем было все равно насколько там практично непрактично ты будешь учить географию которая тебе никогда не понадобится я вообще не училась для себя если честно я делала все ради оценок чтобы чтобы как-то выжить но есть минус университета в том что отчислит и всем будет все равно если у тебя там какой-нибудь успеваемости нет ну считай ребят 11 класс до экзаменов осталось всего-то полгода ну как вы там все еще забивайте тут как бы скоро новый год на самом деле я вас понимаю когда я сама была в 11 классе с этим новым годом ничего не хотела сделать и готовиться к экзаменам тем более было такое настроение если честно закрыться в комнате и отдыхать чем готовиться к экзаменам на тот момент мои результаты были около на 50 баллов иногда даже не проходной это я как бы не хочу ни на что намекать херово если новогодние чудеса все-таки есть то это точно егэ лэнд если вы устали от подготовки то эти преподаватели по-настоящему вам покажут как готовиться и кайфовать в общем эти преподаватели по-настоящему нашли ключ к подготовке с кайфом так еще и на высокие баллы преподы из егэ лэнд объясняют максимально доступно используя сленг мемы и даже рэп я кстати не знала что так можно готовиться поставьте этот треугольник презент континерс я вам расскажу на примере о шкудешке когда же сравнительный оборот обособляться не должен потенциальная энергия будет переходить и на после подписки на их т.г. канал и ты начнешь шарить за такие предметы как русский физика общага английский и многие другие все это находится в открытом доступе у них в т.г. каналах ежедневно получать хорошие советы и лайфхаки по сдаче экзаменам в том числе и шпоры благодаря которым в одиннадцатом классе ты сможешь уверенно пойти на экзамены тому же доступно и абсолютно бесплатно это онлайн-школа уже не первый год бьет рекорды по количеству стабальников они выпустили минуточку более ста семнадцати тысяч учеников и отзывы не дадут соврать поэтому подпишись на их телеграм-канал именно сейчас и забирай всевозможные фишки приколы и лайфхаки для экзаменов абсолютно бесплатно ну давайте я подведу и доки и доги что произошло за то время пока я проучилась три месяца в университете одна неделя по ощущениям как ну два месяца у меня такое ощущение что я не три месяца учусь в университете а ну примерно годика два и не важно что я на первом курсе я сыграла в представлении от первокурсников главной роли по английскому уж точно нас так по английскому я более вдохновилась учебой чем в школе хоть и бодрячу в разы больше чем в школе но я не устаю от этого потому что это прям вот в кайф ты прям чувствуешь жестко чувствуешь в школе когда я училась я не чувствовал себя живой или что я там живу наоборот было такое ощущение как будто я ну знаете медленно умираю и есть стимул жить стимул вдохновляться стимул улучшаться стимул монтируя это видео я вдруг на что мне есть еще что сказать помимо того что я хочу извиниться зависит от сумбур который вы только что услышали менее решила не переснимать это видео потому что те эмоции которые вы можете видеть яркие сумбурные настоящие после школы где было очень много странных правил где было абсолютно неуважение банальных прав учеников и вот я поступила в университет и очень странно видеть то что в тебе видят индивидуальность то что ты человек это все так странно поэтому это видео такое знаете не структурированное я хочу сказать что действительно студенческая жизнь это самое лучшее пока в жизни каждого человека по моему мнению ты еще не настолько взрослый чтобы брать огромную ответственность на себя но тем не менее ты вроде как уже совершеннолетний можешь разное пробовать в плане реализации какие-то новые идеи школе по большому счету нет возможности пробовать себя разных делах и все подобное